Создать зеленый каркас города, вымастить площади и тротуары плиткой, оборудовать остановки защитными павильонами, благоустроить дворы. С такими предложениями выступили участники конференции. Многое из предложенного в областной столице уже реализуется. Количество зеленых насаждений увеличилось в разы. Высаживаются целые аллеи молодых деревьев. Улицы города украсили большие вазоны с цветами. В следующем году их станет еще больше. Уже четыре года в Самаре реализуется программы «Двор, в котором мы живем». Проекты согласовываются с жителями. Участники конференции предложили внести дополнение в перечень возможных работ. Грамотная планировка тротуаров и внутридворовых проездов с учетом обеспечения возможности доступа спецмашин. Это одна из болевых точек. Заставленные машинами дворы не дают возможности проехать ни скорой помощи, ни пожарным, ни мусороуборочным. Строительство предлагаем высоких бордюров во дворах для предотвращения заезда автомашин на тротуары. Улучшить жизнь в городе невозможно без участия инициативных самарцев. Активные жители уже вносят свою лепту, оценивают качество ремонта дорог и тротуаров. Теперь решить проблемы конкретной территории будет проще. В городе меняется система местного самоуправления. Осенью в каждом районе Самары выберут членов районных советов, которые будут представлять их интересы во власти. Участники конференции предложили активнее вовлекать горожан в комиссии, контролирующие работу управляющих компаний. В планах благотворительного фонда «Красивый город» создать в областной столице общественную организацию, которая будет помогать самарцам решать проблемные вопросы, связанные с системой ЖКХ, в том числе в случаях судебных разбирательств. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События.